Также на внеочередной сессии депутаты приняли поправки в бюджет 2016 года. Изменения связаны с резком выпадения части доходов от Хариагинского СРП и, как следствие, невозможностью исполнения части расходных обязательств. Под сокращение попали все главные распорядители бюджетных средств. Самое большое снижение произошло по Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО с реализацией снятой мероприятия на сумму более 1 млрд рублей. По информации главного финансиста региона Татьяны Лагвиненко, над бюджетом текущего года по-прежнему висит риск невыполнения доходной части бюджета. Выпадающие доходы составляют 30%. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам учтен в законе о бюджете в общей сумме 15 млрд 363,9 млн рублей. Фактическое поступление на 1 октября 2016 года составило всего 7 млрд 545,4 млн рублей или 49,1% к плану на год. Ожидаемое исполнение составляет 11 млрд 108,8 млн рублей. Риск невыполнения, еще раз повторюсь, доходной части бюджета – 4 млрд 255 млрд. В связи с этим доходная и расходная части бюджета меняются в сторону уменьшения. Предлагаемым проектом закона доходы бюджета уменьшены более чем на 1,5 млрд рублей. Расходы бюджета в текущем году уменьшены в общей сумме на 1,869 млрд. До конца года власти региона будут вынуждены почти полностью отказаться от финансирования инвестиционной составляющей и ряда других расходов. Исключение составят проекты, софинансируемые совместно с Федерацией. Самое большое сокращение произошло по департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта – на 1 млрд 185 млн рублей. Это существенно повлияло на строительные площадки, которые у нас были развернуты, которые мы планировали развернуть по региону и в самом городе Наринмар. Под сокращение, это, в первую, дорожная сеть, планы, которые мы строили по реконструкции дорог, по содержанию дорог, строительство инфраструктурно значимых объектов – это детские сады, школы, которые мы планировали в НИСИ, отменили в Каратайке, в Харивере. По словам председателя счётной палаты Ненецкого округа Елены Сопочкиной, уменьшение доходов и расходов бюджета текущего года обоснованное, однако этого явно недостаточно. При таких обстоятельствах нельзя сказать, что запланированные доходы и расходы бюджета реалистичны и соблюдён принцип достоверности бюджета. Поскольку только два месяца остаётся до окончания текущего года, очевидно, что доходная часть бюджета не будет исполнена в полном объёме, соответственно, не будут исполнены бюджетные обязательства, что приведёт к возникновению кредиторской задолженности. Напомню, под риском неполучения находятся доходы в сумме более 4 миллиардов рублей.